Девушки отдыхают Как GTA Online превратилась в PUBG И по ком плачет Obsidian Недавно Марк Лейдлоу опубликовал в своем блоге сценарий, который предполагался для третьего эпизода Half-Life 2 Чего в этом сценарии только не было И поиски загадочного корабля Борей И Уоллес Брин в форме огромного червя И томящаяся в камере Джудит И маховик пространства В общем, такие страсти, что поклонники Гордона Фримена Пустили ностальгическую слезу Высказали дежурные проклятия в адрес Гейба И еще пуще загрустили, что приключения ученого Супермена Останутся лишь в текстовом редакторе Так вот Смириться с этим готовы далеко не все Например, самодеятельная девелоперша и журналистка Лора Митчетт объявила конкурс игровых самоделок с единственным требованием Использовать сценарии Лейдлоу А жанр и все прочее при этом не слишком принципиально Работы на конкурс нужно представить до 31 октября На какой геймплей можно рассчитывать после такой экспресс-разработки, думайте сами А между тем организаторша мероприятия считает, что конкурс станет знаком уважения ко всем создателям Half-Life 2 Ну это мы еще на жанры будущих поделок посмотрим Анонсированный на Е3 креативный клуб принес первые плоды То есть это мододелы из народа принесли модификации для игры Fallout 4 А те приглянулись разработчикам и получили официальный статус дополнительного контента Первая порция такого креатива вышла на прошлой неделе Ничего сюжетного и масштабного Но кое-что любопытное все-таки завезли Например, прототип винтовки Гаусс и целые наборы панцирей для выживальщиков Адская энергетическая броня, китайская броня для стелса И находка для всех любителей напялить на себя конскую морду Лошадиная энергетическая броня На скорости и трудоспособность обладателя она, наверное, мало повлияет Но внешний вид местные жители точно оценят Очень закрытый, но очень надежный источник сообщил нам Что известный контрабандист Нервный Рон Ищет новых партнеров для своего грязненького бизнеса Причем ищет не абы где, а среди многочисленных пользователей GTA Online Они-то, по его плану, и займутся доставкой и распространением нелегального добра в Лос-Сантосе и округе Блейн, не вставая с кресел и не нарушая закон, разумеется. Весь криминал будет прогрессировать в дополнении Смагглерс Ран. Более того, когда это Смагглерс Ран добежало до серверов GTA Online, выяснилось, что игроков ждал сюрприз — режим Motor Wars. А это не что иное, как вариация режима Battle Royale, но на GTA-шный лад. Команды выбрасываются на периодически уменьшающуюся локацию, чтобы в яростном бою выяснить, кто из них самый живучий. Куча вооружения, боевая техника и подлые противники. Все включено. Что тут скажешь? Успех PlayerUnknown's Battlegrounds плодит жадных повторюшек. Интересно, кто будет следующим? Недавно по игровому миру прошел занимательный слушок. Мол, Bethesda займется игрой Game of Thrones. Вы удивились? А мы нет. Кому еще разрабатывать игру по мегапопулярной вселенной, как не создателям мегапопулярных RPG? А знаете ли вы, что в 2005 году все было совсем по-другому? То есть книги Мартина про игру престолов уже существовали, но до нынешней популярности им было далеко. Поэтому, когда Electronic Arts предложила Obsidian разработать игру про славный Вестерос, то получила вежливый отказ. Разработчики, понимаете ли, не увидели во всех этих политических интригах должного потенциала. Они посчитали, что по Game of Thrones можно было разработать интересную стратегию, но не ролевую игру. Поэтому и отказали. Так Obsidian и упустила в свое время золотую корону. И теперь у нее ни игры, ни тронов. Не будем долго сочувствовать недальновидным разработчикам и перейдем к новостям на одном дыхании. Разработчики хоррора Darkwood решили выложить свою недавно вышедшую игру на Pirate Bay, чтобы в нее могли поиграть даже те, у кого нет денег на покупку. Милые поляки. Вот все бы так. Разработчики Divinity Original Sin 2 тоже молодцы. Взяли, да решились сделать полную озвучку. И это несмотря на огромный объем работы. Чтобы его перелопатить и озвучить более миллиона слов, им пришлось подключить к делу сразу четыре звукозаписывающие студии. Да что там. Разработчики на минувшей неделе вообще старались быть ромашками и солнышками. Наверное, насмотрелись наших плохих новостей и решили исправляться. Радуют наши хорошие. Дружат. Вот, например, создатели Assassin's Creed и Final Fantasy даже додружились до небольшого кроссовера. Ноктис из Final Fantasy 15 теперь может шуровать по королевству в ассасинском костюме. А 31 августа вышла бесплатная DLC Assassin's Festival, которая превращает город Листалум в парк ассасинских развлечений. И на этом завершим наш фестиваль не очень-то плохих, как вы могли заметить, новостей. А вот вам еще лучик добра. На нашем сайте вы уже можете найти новенькие геймплеи. Например, Assassin's Creed Origins. Уже смотрели? Тогда у вас есть дополнительный резон подписаться на наш канал. И нажать на колокольчик. Тогда ваша шерсть не потеряет лоск. И бока ваши не обвиснут. Да хранит вас отец Птанун. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...